Запланирована и долгожданная беременность. Когда на тесте две полоски – это всегда радость для будущих родителей. К сожалению, на пути к материнству некоторые могут столкнуться с непредвиденными проблемами. Беременность может стать опасной для жизни и здоровья женщины и малыша. А вот другая ситуация. По статистике, каждая четвертая беременность в мире не запланирована. Появление ребенка может быть нежеланным. По каким причинам прерывают беременность? Какие могут быть последствия? А главное, как помочь женщине в трудной ситуации и не оказаться перед сложным выбором? Доказано, для рождения ребенка женщина созревает физиологически к 18 годам, а психологически – к 20. Ранняя беременность или нежеланная? Прерывать или нет? Решение надо принимать осознанно, чтобы потом не жалеть о своем поступке. Прерывание беременности по желанию женщины проводится до 12 недель. Вот плод в 12 недель беременности. Есть ручки, ножки, пальчики, личико. Очень маленький человечек. Если решились на отчаянный шаг, нужно обратиться к врачу-гинекологу. Специалист проведет так называемую предабортную консультацию. Сейчас мы практикуем такое понятие, как 24 часа тишины. Женщина приходит, мы проводим предабортное консультирование, оно включает в себя и разъяснения по каким-то вопросам, которые возникают у нее, риски осложнения, которые могут возникать после абортов, и даем ей 24 часа тишины подумать. Врачи выступают за сохранение беременности и новой жизни. Еще один шаг в попытке переубедить женщину УЗИ. Всегда перед абортом женщина проходит ультразвуковое исследование. Во время проведения процедуры УЗИ, женщине врач показывает сердечко плода и как оно бьется. Это первый шаг отговорить женщину. Перед тем, как принять окончательное решение, женщина должна знать о рисках и осложнениях, от обратимых заболеваний до бесплодия. Врачи предупреждают, беременность, следовавшая за абортом, может проходить тяжело и сопровождаться осложнениями на родах. Редактор субтитров А.Семкин